Ой, у тебя, смотри, знаешь, какая проблема? Ты набрала числа шрифтом немоноширинным, но у тебя из-за этого они друг с другом не выровнялись. Видишь, у тебя тут единичка узенькая, нолик широкий, у тебя просто запятая в запятую не попала даже. Да, я... Такого нельзя допускать. То есть обязательно, если вы делаете какую-то таблицу, или если вы делаете еще, знаете, вот не только таблицу, но еще, я вам сейчас покажу, если у вас какие-то динамические данные, тоже очень важно делать... Очень важно делать моноширинные цифры. Вот, например, у нас мы делали шахматный гейминг, да, и тут, ну, как бы встречаются всякие цифры, там, порядковый номер хода, рейтинг игрока, какое-то четырехзначное число, там, ну, номер поля, вот там, вертикальный. Это все обычные цифры. Ну, тут какие-то тайм-контроли тоже, все обычные цифры. Но вот тут появляется таблица, да, какой-то, какая-то с рейтингами. И вот тут именно в таблице рейтинги набраны моноширинными цифрами. Видите, тут вот такие вот единички, в отличие от вот этих обычных единичек. То есть вот обычные единички в этом... Это Гербера шрифт. У нее обычные единички вот такие, без полочки снизу, а моноширинные единички с вот такой вот здоровенной полкой, чтобы они были такой же ширины, как остальные цифры, чтобы эти рейтинги друг с другом равнялись. Это потому, что это динамический... Ой, в смысле, потому что это таблица. А еще бывают динамические данные, когда они в одном и том же месте стоят, но постоянно меняются. Например, время. Когда ты играешь в шахматы, тебе считают время. И вот рейтинг у тебя написан обычными цифрами, а время обязательно написано моноширинными. Потому что когда у тебя тут останется... После 20 секунд станет 19, у тебя не должно на этом месте появиться единичка, которая вдруг станет уже, и у тебя следующий разряд скакнет. У тебя единичка должна вот остаться ровно здесь, а следующий разряд остаться ровно здесь, как вкопанный, никуда не прыгнуть. Соответственно, вот динамические данные тоже набираются... Ну вот, собственно, тут как раз видно, что тут вот эта единичка с большой полкой, а тут это тот же самый шрифт, но в нем единичка без полки, потому что здесь не моноширинные. И мы там очень долго, конечно, боролись с разработчиками, чтобы они на это внимание обращали, и моноширинность включали цифрам там, где надо, и не включали там, где не надо. Вот, то есть в таблицах нужно за этим следить. Ну а где не надо, ее, конечно, нужно выключать, потому что она сама по себе достаточно навязчива. То есть вот эти широченные единицы никому не нужны. То есть вот, например, я там делал экипировку для транспорта, когда в Челябинске. То есть вот тут у нас там этот бортовой номер автобуса написан, например... Вот он написан просто обычно. Вот номер телефона там на нем тоже. Просто вот обычная узенькая единичка. Нет никакой проблемы.